Есть люди, которые кое-что знают, но считают, что знают всё, и говорят или пишут, как правило, очень много. Есть люди, которые знают немало, но считают, что ничего не знают, и говорят или пишут по существу. Но есть и другие люди, которые знают почти всё, но считают, что знают недостаточно и практически не говорят. К последней категории людей относятся главы и высшие чины разведок ведущих стран мира. Одним из таких людей является Джеймс Клаппер, возглавливший ЦРУ на протяжении шести лет. То, что он служил Америке и её народу в бытность президента Барака Обамы, ровным счётом ничего не значит. Такие люди не имеют партийной принадлежности и работают не на президента, а на свою страну. Клаппер долго терпел, наблюдая за кулисную борьбу в выборах президента Соединённых Штатов. Однако он не выдержал и решил поведать американскому народу правду матку. Сразу после выборов он мягко поставил под сомнение легитимность избранного президента, хотя ещё в конце октября 2016 года в программе CNN Politico изложил свою точку зрения на избирательный процесс и вмешательство Кремля. Русские преуспели и, как я полагаю, даже сами не ожидали такого результата. Клаппер отверг постоянные атаки президента Трампа на расследование русского следа и его связи с Москвой, которые тот назвал «фейк-ньюс» – фальшивые новости. Бывший глава ЦРУ предупредил всех, что русские ободрены успехом и будут продолжать это делать. В программе CNN The Lead Клаппер пошёл ещё дальше и позволил себе снять маску «Топ-секрет». Он откровенно высказался о 45-м президенте своей страны. «Я думаю, что прошедший уикенд наглядно продемонстрировал, кто такой офицер Владимир Путин. Он знает, как справиться с активом, и это то, что он делает с президентом. Вы должны помнить, кто такой Путин. Он офицер КГБ. Что они делают? Они вербуют активы». И я думаю, кое-что из своего опыта и инстинктов Путин использовал и в этом деле. Когда он управляет таким важным для него активом, если можно использовать этот термин, как наш президент, он действует решительно. Когда Клаппера переспросили, что он имеет в виду, тот ответил, образно выражаясь. Для пущей ясности поясним, самый опытный шпионский босс Америки публично назвал президента США «активом», то есть посредником Кремля, которого контролирует Владимир Путин. Даже если это звучало как образно выражаясь, это самое шокирующее заявление, которое когда-либо высказывалось о любом американском президенте любым серьезным комментатором. Кроме того, нет никакой разницы между «буквально» и «образно», когда говорится о постояльце овального кабинета. Если американский президент контролируется или подвергается воздействию со стороны враждебной Америки страны, это крайне важно и опасно. Это именно то, что специальный советник Роберт Мюллер и его люди пытаются расследовать и довести до конца. Не случайно президент Трамп и его сторонники также стараются предотвратить распутывание этого клубка командой Мюллера. Не так давно президент Трамп 13 раз повторил в коротком интервью тому же каналу CNN «Абсолютно нет сговора с Россией». Таким количеством повторений в свое оправдание любой нормальный человек уже заподозрит неладное. Тут следует добавить, что слова Джима Клэппера, шокирующие публику, совершенно бесспорны в американских разведывательных кругах и со шпионскими партнерами по всему миру, если на то пошло. В разведывательном сообществе Соединенных Штатов широко известно, что Дональд Трамп обладает давними связями с Кремлем, которые в лучшем случае подозреваются, а в худшем случае отражают неурегулированную степень влияния России на главнокомандующего. В честности, неординарная поездка Трампа в 1987 году в Советский Союз, когда он попал в лапы КГБ и крепко сел на крючок, привела к тому, что он стал явным средством влияния для Москвы. Это совершенно очевидно для любого, кто разбирается в чекистских делах. То есть, канал для политических предпочтений и информации в обмен на коммерческие сделки, которые Трамп всегда ценил. Зная это, история бизнеса Трампа за последние три десятилетия приобретает иную окраску. В чем именно состоят взаимоотношения Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Кремлем? Несомненно, вряд ли кто-то за пределами Москвы или даже одной комнаты на Лубянке и Кремля знает всю историю. Нам следует набраться терпения и подождать, когда расследование команды Мюллера завершится, и мир узнает мрачную сагу трех десятилетий. Хорошо отточенная чекистская привычка насаждать дезинформацию, чтобы обрубить концы, похоже, уже проявляется в расследовании деятельности Трампа. Все это обещает очень интересный финал с не очень приятными выводами. Несмотря ни на что, Джим Клэппер оказал Соединенным Штатом неоценимую услугу, сказав правду о президенте. В Сианен он выступал по сути от имени всех специалистов по разведке, которые должны молчать из-за присяги всю жизнь. После нескольких месяцев публичных нападений Белого дома на разведсообщество, которое теперь перерастает в тотальную войну с американскими разведчиками, люди Трампа, наконец, показали свое нутро. Америка – это не то государство, где можно скрыть свои нечистоплотные дела и делишки. Это государство, где главенствует закон, и есть такие честные люди, как Джим Клэппер. «Вашингтон – это тоже не дремучий лес, где трампистам можно укрыться за деревьями». Слова Клэппера разрушительны для любого, кто все еще сомневается «Who is who» в Белом доме. Надеемся, что глава ЦРУ не станет последним, кто обнародовал свои мысли о Дональде Трампе и россиянах. Сенат и Конгресс Соединенных Штатов должны поставить точку в этом скандальном деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова